Вы впервые в Пензе и в Кондаль побывали? Вот Ваши впечатления в поездке. В Пензе я не впервые, был здесь 12 лет назад, оказывается, да, сам только недавно вспомнил. Впечатления практически еще не создалось, но единственное впечатление от города, потому что побываю сейчас только в историческом центре, и это было, наверное, самым ярким впечатлением от города, литературный музей и так далее. Большое впечатление действительно было от Кондаля, от музея Ивана Ржухина. Совершенно уникальные, раритетные вещи там были представлены, и вообще сам музей сделан с такой большой душой. Видно, что здесь действительно его любят и почитают, и это очень здорово, потому что земля рождает своих героев и помнит о них, это прекрасно. В фильме «Шагал Малевич» у Вас одна из двух ролей, вот чем она у нас запомнилась? Может быть, мечтали другую сыграть? Малевич ошибка. Нет, я не мечтал сыграть другую, и вы знаете, тут, собственно, когда вам предлагают играть революционера, художника 20 века, то других эмоций, кроме как счастья, мне кажется, нет, потому что это подарок судьбы сыграть, как у Малевича. Наверное, один раз в жизни такое происходит, вот оно произошло, и для меня это, помимо того, что это интереснейший, уникальнейший персонаж, это еще и встреча с Александром Чемлетой, с нашим великим режиссером, для меня это был и урок жизни, и огромный-огромный подарок судьбы. А на сколько было глубоким погружением в роль? А вам в метрах или в погружении? Виртуально выражаясь. Виртуально выражаясь. Ну, пришли, сыграли уж ты, или там же... Нет, конечно, я пришел, сыграл, ушел, я в свою роль так играю, знаете, так вот пришел, так чуток, сыграл, и я ушел дальше, зарабатываю, где-нибудь. Нет, ну, если серьезное, вы меня спрашиваете, то, ну, да, просто вопрос такой риторический, если серьезно говорить, потому что я стараюсь ко всем своим ролям подходить серьезно и с глубиной. Собственно, здесь было то же самое. В период подготовки я читал лекции Малевича, естественно, я пересмотрел множество книг, да, его картин, но самое главное для меня открытие было именно личность и то, чего я не знал, каким он был именно человеком. И здесь Александр Нович мне очень помогал, предоставлял материалы, и я узнал, что, прежде всего, какой это был человек, для меня это было открытие очень интересное, очень важное. Поэтому подход был, как всегда у меня, довольно-таки серьезный. Ну, как вы относитесь к его черному квадрату? Считаете это вершиной концептуального творчества? Нет, маразмом я это не считаю. Черный квадрат, как мне кажется, это как раз та самая революция, которую сделал Малевич в искусстве. И это тот самый первый атом, с которого начался весь космос XX века. Ну, вот ваша оценка тоже мужской роли. Как критик вы можете об этом говорить? Об фестивале? Именно мужской, идеальной роли, если она существует? Ну, вы знаете, идеальной, мы как раз сейчас об этом говорили на круглом столе, мне кажется, что сегодня речь идет не об идеальной, а реальной мужской роли. Вот сегодня фестиваль предлагает реальную мужскую. Не идеальную, не ту, которую показывает нам мужчину, каким бы мы хотели, читали, любили бы, или нам бы было для нас приятно. А таким, какой мужчина есть на самом деле. А он разный, естественно, так же, как и мы, женщины, разные. Вот сегодня кино показывает нам, ну, авторское кино, которое вот привезли на этот фестиваль, показывает скорее не идеального героя, не того человека, о котором мы говорили, это наш идеал, это наш пример для подражания, это наш положительный герой, а просто реального человека. И героем становится тот персонаж, о котором мы хотим узнать правду, о котором есть на самом деле, а что он хочет, что он видит в жизни, насколько он похож на нас, какие проблемы его волнуют, какие волнуют нас, насколько вообще он такой же человек, как и мы. Вот в этом смысле, конечно, это не совсем то, что делал когда-то Мажухин, который показывал такой идеальный образ, кинематографический, привлекательный. Это не икона, это просто человек. Вот что вы считаете все-таки, что он классическим? Мужскую роль? Кого? Кого? Вы знаете, например, у каждого времени свои герои. Вот у каждого времени, потому что вот ролик, который сопровождает этот фестиваль, показывает, например, там и Олега Янковского, и Урбанского, и Ульянова, и Богатырева. То есть, в каждое время, каждая эпоха приносит какого-то своего героя. Это были герои, там, мужественные, активные борцы. Герой был человек с ружьем, потом герой положил ружье и стал человеком сомневающимся, потом он стал неположительным героем, потом он стал вообще неотрицательным героем, скорее, потому что в нем появились человеческие слабости, он стал убивать его, ну и так далее. Я не знаю, вот, конечно, я бы предлагала выбрать из того, что здесь вот покажут. Мне кажется, что очень интересный фильм «Дурак», и мне кажется, что вот он будет вызвать большой интерес, потому что он очень актуальный сегодня. Можно к этому по-разному относиться, но это фильм, который задевает главный нерв нашего времени. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители кинематографа! В седьмой раз перед вами на экране прошли кадры из фильмов с участием знаменитых советских и российских киноактеров. Это значит, что сегодня мы открываем седьмой кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Маржухина. Фестиваль проводится управлением культуры и архива Пензенской области, государственным автономным учреждением культуры Пензенской области «Пензаконцерт» совместно с благотворительным фондом «Развитие культуры» имени Ивана Маржухина и кинотеатром «Высшая лига». Мы поздравляем вас с открытием нового праздника киноискусства! Нынешний фестиваль необычен не только потому, что проходит в год 125-летия со дня рождения великого русского актера. Глубоко символично, что в 2014 году, в год празднования 125-летия наших великих земляков, братьев Мужухиных, был открыт киноконцертный зал «Пенза». Вышла в свет вторая книга пензенского автора Олега Сиротина «Двойная звезда». Седьмой кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Маржухина войдет в историю еще и тем, что впервые открывается в этом новом прекрасном зале, первом в Пензенской области государственном кинозале, оснащенном самым современным кинооборудованием. Не случайно мы начинаем церемонию открытия с фрагментов из любимых фильмов разных поколений кинозрителей, в которых краса и гордость, достоинство, честь и мужество российского киноэкрана – наши любимые киногерои. Одним из первых в этом блистательном ряду стоит наш земля – великий киноактер Иван Маржухин. Недалеко от Пензы он родился и вырос. В Пензе учился, здесь впервые вышел на театральные подмостки. Все годы своей сложной и удивительной жизни он был здесь душой и сердцем. Сюда своим родным писал и в годы эмиграции. Мы предлагаем вам посмотреть фрагмент из фильма «Костер пылающий». Фильм был снят в 1922 году в Париже. Великий русский артист не только сыграл здесь несколько главных ролей, но и выступил в качестве сценариста и режиссера, как будто презентуя себя парижской публике. Внимание на экран. Фрагмент из фильма «Костер пылающий» «Костер пылающий» Вы потеряли жену? Как же? Вы потеряли жену? Мы приглашаем на эту сцену руководителя благотворительного фонда развития культуры имени Ивана Мажухина, директора Пензенского филиала Союза кинематографистов России Светлану Старостину. Здравствуйте! Я поздравляю вас с тем, что у нас опять начинается праздник кино. Я сразу хочу предупредить, что он не совсем… Потому что мы его делали быстро, он пройдет в три дня и будет. Будет программа, о которой расскажут наши ведущие, но будет игровой показ, в котором будет всего пять фильмов. Пять, потому что больше мы не имели возможности вам показать, и могло быть больше. Но я вас уверяю, это лучшие картины, которые… Ну, кроме, может быть, «Левиафатна», которые мы не могли показать вам, но никак, по причинам уважительным. Поэтому приходите и смотрите. И я думаю, что на самом деле все-таки год получился юбилейный, хотя вот так сложно было с фестивалем, потому что, действительно, и вышла книга, и снимается кино. И вот буквально меньше месяца назад я стояла на могиле Ивана Мажухина, Ивана Александра Мажухина, и передала привет от Пенза от земляков нашим дорогим землякам, нашим дорогим и великим актерам. И на самом деле то, что мы здесь, в этом зале, я хочу верить, что вот этот фестиваль, может быть, откроют показ, может быть, не очень часто, потому что зал большой, но сегодня много хороших российских фильмов, которые совершенно, я уверена, могут идти в этом зале, собирать полные залы. Поэтому я, как президент фестиваля, вот вышла с главной такой своей миссией. Я объявляю наш фестиваль открытым. Я желаю вам интересного просмотра. Спасибо. В программу основного показа вошли фильмы, в которых представлены лучшие мужские киноработы российского кинематографа 2013-2014 годов. Это фильмы «Белая-белая ночь» режиссер Рамиль Салахуддинов. В Пензе фильм представит исполнитель главной роли, заслуженный артист России Артем Цыпин. Кинолента «Дурак» режиссер Юрий Быков. Фильм получил приз 67-го международного кинофестиваля в Лакарно за лучшую мужскую роль. Фильм «Испытания» режиссер Александр Кот. Фильм отмечен гран-при кинофестиваля «Кинотавр». «Как меня зовут» режиссер Нигина Сайфулай. Фильм «Шагал Малевич» режиссер Александр Митта. Вниманию зрителей по традиции будет также предложена программа «Герои документального экрана», представляющая панораму новых российских неигровых фильмов-портретов. Кроме того, седьмой кинофестиваль «Мужская роль» впервые станет участником международной акции «День короткометражного кино», в рамках которой зрители в самый короткий день году смогут увидеть новые короткометражные фильмы, соответствующие концепции фестиваля. По традиции начался наш фестиваль сегодня днем на родине великого актера в селе Кондель. Наши гости побывали в музее братьев Мазжухиных, также встретились с их земляками. Мы приглашаем на сцену одного из наших гостей, кинокритика, искусствоведа, журналиста, члена Национальной киноакадемии Ника Алену Солнцеву. Здравствуйте, дорогие друзья! К сожалению, я вас не вижу. Я вижу, что вас много, но я не вижу лица. Мне кажется, было бы очень важно увидеть людей, которые пришли на такой замечательный фестиваль. «Мужская роль» – фестиваль действительно уникальный, потому что он концентрирует внимание зрителей на актере. Сегодня любить человека, видеть человека очень важно. И то, что фестиваль собирает фильмы для того, чтобы вы посмотрели на артиста, познакомились с актером, с его героями, мне кажется, это очень актуально и очень важно сегодня. Мы только что посмотрели отрывок из фильма Ивана Мазжухина, где видно, что этот замечательный актер был еще и замечательным режиссером. У него было острое чувство формы. Он понимал, как сделать кино аттракционом и в то же время как передать поэзию кино, как сделать кино привлекательным, как сделать его интересным и занятным для просмотра, и как передать в кино еще и дополнительный смысл, содержание, какую-то историю. И мы видим даже в этом коротком отрывке там есть какая-то любовь к героям, тем, кого мы видим на экране. Мы чувствуем какую-то симпатию к этому обманутому мужу, который влюблен и доверчив. И мы вступаем в отношения. И это, мне кажется, самое главное. Вашему вниманию на этом фестивале вот будет предложено пять фильмов. Сегодня вы увидите фильм «Миты Шагал Малевича». Это история о художниках, о великих художниках, которые еще не знают, что они великие, но перед которыми стоит очень большая цель. Они должны открыть миру что-то новое, чего раньше мир не знал. Я очень советую сходить вам на фильм «Дурак». Это очень острая, жесткая социальная драма. Она очень актуальна сегодня. К ней можно по-разному относиться. Она может показаться вам очень близкой или наоборот слишком, слишком, ну я не знаю, резкой. Но мне кажется, что в этом фильме есть герои, герой поступка, герой действия. И есть очень нелицеприятная правда о нашем обществе. Я очень советую сходить на фильм «Как меня зовут». Это нежнейшая драма о том, как девушка ищет отца, что она находит. Это фильм не традиционный, как бы сказать. В этом фильме довольно много того, что наш родитель не всегда принимает. В нем есть нетрадиционная лексика, в нем есть правда, в нем всеобношения, в нем есть довольно жесткие сцены, но при этом в нем очень много любви, очень много нежности, красоты, очень много современного, стильного, того, что слышит современное ухо молодых девушек, которые написали этот сценарий и дебютантки режиссера. «Белая-белая ночь» — это лирическая драма, в которой есть ощущение такого, знаете, настальгия по кино 60-м. Она очень похожа на те фильмы, которые мы любили когда-то. И фильм «Испытания» — это фильм, в котором такая квинтэссенция кинематографии. Это фильм, сделанный без единого слова, там только изобразительный язык. Это очень красивое кино, очень печальное, может быть, и очень беззащитное. Поэтому особое внимание. В общем, вам предстоит, мне кажется, увидеть очень много интересного, и если вы будете открыты, если вы будете непредвзяты, то, мне кажется, этот фестиваль оставит в ваших душах большой след. И приятного вам просмотра. Аплодисменты. Давайте поплатили в прошлом очень большой гостя. Спасибо вам! Ну, а сейчас еще раз внимание всех зрителей хотелось бы привлечь к большому, ультрамодному, современному и высокотехнологичному экрану. Внимание на экран! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Да, ничего страшного. Ну, давайте. Спасибо. Нет, нет, это мое. Спасибо. Одну секундочку, минуточку вашего внимания. Действительно, я забыл представить вам фильм, который вы сейчас увидите. Фильм Александра Ивановича Митты под названием «Шагал Малевич». Очень, как мне кажется, своеобразное название. Мне еще несколько смыслов, да, что и Малевич шагал вроде как куда-то, и Шагал, Марк Шагал, художник. Это картина, отдающая дань двум нашим титанам, великим художникам 20 века, Марку Шагалу и Казимилу Малевичу, о которых, к сожалению, как, к сожалению, водится у нас в стране, еще не было снято ни одного фильма. И слава богу, что нашлись люди, которые дали деньги Александру Наумовичу для того, чтобы он смог снять этот фильм. Фильм непростой. Фильм где-то временами может быть несовременный, по видеоряду может быть не такой динамичный, как мы уже привыкли видеть. Но, как мне кажется, и для меня самая большая ценность этого фильма – это действительно рассказ о людях, совершивших революцию в искусстве, в изобразительном. И рассказ о них, как о живых людях, самые ценные. Это не плакатное изображение и не какая-то попытка сделать зрелищный видеоряд. А это попытка рассказать человеческую историю о людях искусства, оказавшихся в непростой ситуации революции, перелома эпох. И как из этого смешения крови, пыли, человеческих судеб и перемалывания судеб рождалось искусство, которое изменило область XX века. Больше говорить ничего не буду. Пусть наше кино будет. Спасибо. Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию первый фильм основного показа «Шагал Малевич», который снял классик отечественного кинематографа, народный артист России Александр Мита. Приятного вам просмотра! Спасибо. 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 Спасибо.